Начал общаться с клиентами, всего у нас где-то человек 16-17, да, те люди, которыми занималась Нина. Сообщаю им радостную вещь, что теперь ими буду заниматься я непосредственно. У нас поменялась специфика работы компании, мы несколько месяцев назад делегировали свою ответственность по обработке кейса клиентов на юристов, это были Нина и Рома, они юристы, да, они дипломированные юристы. Нам потребовалось время, чтобы привести их в компетенцию, в состояние готовности, они начали работать, но самого главного мы от них так и не добились, это интереса. И когда наши клиенты начали с ними взаимодействовать, ну буквально там со второго, с третьего раза, позже писали нам, они не хотят с нами ничего делать, они нам не помогают, они нас не слушают, мы задаем одни и те же вопросы. Но вообще это звоночек, когда люди, допустим, получили консультацию, да, и на следующий день звонят и спрашивают то же самое. То есть, здесь два варианта. Первый вариант, вы не получили подтверждение, второй вариант, это отсутствие интереса. Но я склоняюсь к тому, что просто не было интереса, это была наша ошибка, сейчас мы все исправляем. К счастью, эти люди не зашли в посольство, потому что с таким подходом, ну естественно, рассчитывать на положительный результат не приходится. Самое главное в специфике нашей компании, многие из вас уже знают, особенно те, кто получал визы с нами, это интерес. То есть, мы в интересе, у нас есть цель, у нас есть основная задача нашей компании, это то, чтобы вы получите визу. То есть, для нас это победа. Вот ради нее мы здесь и сидим, ради нее мы готовимся, ради нее мы мучаем вас со всякими разными вопросами, мы заставляем какие-то бумажки собирать, готовим, лепим, создаем и формируем. То есть, наша задача, чтобы вы получили визу. Вот когда в нашей компании слабое звено, естественно, нам приходится всю ситуацию менять. Вот, то есть, теперь с каждым нашим клиентом, и с прошлым, и с будущими клиентами буду общаться я. Мы будем устраивать на первоначальном этапе онлайн-конференцию. Скорее всего, это будет скайп. То есть, я, Алена, тот человек, который будет вас пытать, мучить по сборе информации. Она будет моими глазами, руками, она будет мне помогать. То есть, мы втроем будем делать звонок, общаться. Я буду давать консультацию. Позже знакомиться с Аленой. Алена будет задавать вам вопросы. Мы будем проговаривать всякие разные нюансы, которые будут возникать. Ну и все. И с этого момента вы будете сбрасывать документы Алене. Она будет их перекидывать мне. Когда вы будете готовы, перед интервью, я буду смотреть, перед походом в посольство, я буду смотреть, насколько вы готовы. Я буду с вами общаться. Это будет такой небольшой экзамен. К сожалению, не в офисе, потому что меня сейчас в офисе нет. Это будет все удаленно. Но этого достаточно, чтобы понять, готовы вы или нет. Если вы будете не готовы по причине, допустим, страха общения с иммиграционным офицером, предстоящим общением, то мы вам порекомендуем курсы тренировочных упражнений. Они могут быть трехдневные, двухнедельные, десятидневные. Вы будете готовиться и после этого уже пойдете на интервью. Если что-то по вашим бумагам не так, если я увижу, что в вашем кейсе проблема, то, естественно, мы будем все заново готовить, будем усиливать. Ну, обещаю вам и гарантирую, что неподготовленным вы в посольство не пойдете. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт USADeficeVisa.com. На наш новый сайт MigrantDeficeLawyer.com. В нем будут раскрываться секреты, специфика, связанные с формированием кейса на политубежище. Убежище в своей стране, программу гуманитарного пароля, программу воссоединения СИИ по программе Лаутенберга, по поправке Лаутенберга и оспаривании отказов, визовых отказов через письмо сенатору в Соединенных Штатах. Об этом мы делали видео и это мы будем дальше продолжать делать. Так как это приносит свои плоды, люди бывают такое, что когда хватает оснований, можно оспорить отказ, визовый отказ. Всем всего доброго. Пока.